Капитальные изменения Донковская школа, а также 11-е и 16-е вошли в президентскую программу ремонта. Учреждения посещают порядка 1600 учеников. И за все время капитальный ремонт не проводился ни разу. О том, какие перемены ожидают учителя, ребята и родители, расскажет Анастасия Панферова. Ребята, вы знаете, что на школе будет в этом году проходить капитальный ремонт? Да, да. Вы рады? Да. Директор 16-й школы Елена Кудрышова рассказывает своим ученикам о предстоящих переменах в их родном учебном учреждении, которое попало в президентскую программу капитального ремонта. Сейчас ребята фантазируют, как будет выглядеть после ремонта их любимая школа. Я бы хотела, чтобы у нас в кабинете информатики был новый внедренный компьютер. Я бы хотела, чтобы у нас в рекреациях были новые удобные сидения, чтобы можно было скоротать перемен. Я бы хотела, чтобы спортзал был больше. Я бы очень хотела, чтобы у нас были оборудованы кабинеты биологии и химии. Новые кабинеты и современное оборудование, большая столовая. Так свою школу в будущем видят девчонки и мальчишки. О больших переменах мечтают и выпускники. Конечно, всегда хочется чего-то нового. Все было создано учителями, поэтому было всего достаточно. Очень радостно, что сейчас новое поколение, которое продвинуто, которые все на новой ступени, возможности стоят. Им очень повезло, что будет все оборудовано на таком высоком уровне. В школе номер 16 уже 58 лет. На базе учреждения работают и кружки, и секции. Здесь учатся и преподают целыми династиями. А выпускники составляют большую часть педагогического состава. Изменений ожидает каждый. Мне это очень радостно, потому что за все эти годы у нас ни разу не было капитального ремонта. Особенно такого, который сейчас проводят. Сейчас необыкновенные же ремонты. Для ребят должно быть вот все так, как сегодняшняя современность. Учителя работают очень хорошо. И, конечно, они заслуживают отличных кабинетов. Школе номер 11 в этом году исполнилось 52 года. Это единственное образовательное учреждение в микрорайоне Заборья. За все время здесь проводились точечные ремонты. Менялась кровля, окна, обновлялся пищеблок. Капитальные перемены здесь ожидаются впервые. Может быть, у нас пройдет какая-то перестройка. Кабинеты будут новыми. Мы планируем закупить мебель, которой не хватает, какую-то технику. У нас учатся дети тех, родители, которые сами закончили школу. Бабушки закончили нашу школу. Поэтому, конечно, все хотят увидеть нашу школу новую. Современную. Пока ученики готовятся к экзаменам, изучают новые темы, повторяют пройденный материал по математике, общаются на перемене. Егор отдает предпочтение точным наукам, а его одноклассник Фроул любит уроки физкультуры. Ребята уверены, в обновленной школе любимые предметы будут изучаться еще с большим интересом. Я бы хотел увидеть какой-нибудь там, вот как новая школа, в такие современные стили, может быть. Да, желательно тоже спортзал какой-нибудь более хороший сделать. Мы будем рады, что школа станет новее, лучше, более красивее. И я буду рад сюда вернуться в новом ее обучении. Донковская школа – самая старейшая из трех. Ей 63 года. Здесь обучается более 300 детей. После уроков в учреждении также кипит жизнь. Например, работает хореографический кружок. В этом году здесь открыли точку роста с интерактивным оборудованием и цифровой лабораторией. А теперь перезагрузку ожидает и все здание. Мы ожидаем, конечно, полное преображение школы. Это полы, стены, кабинеты, чтобы было им комфортно учиться. Три школы ждут замены системы отопления и инженерных коммуникаций, оконных блоков, фасадные работы, благоустройство территории, проведение электромонтажных, штукатурных, облицовочных и малярных работ. Сейчас идет подготовка к предстоящему ремонту, во время которого учебный процесс продолжится. Ребята будут временно учиться в других школах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова